Сетка импортная, одна штука, супруги Лежнины подсчитывают ущерб. После набегов медведя на их дачный участок укрывной материал можно выбросить на помойку. Раньше кандалакшане использовали его для защиты грядок с ягодой. Спасали клубнику от птиц и лягушек, а вот от медведя не уберегли. С некоторых пор косолапый частый гость в садово-огородническом товариществе «Надежда». На даче у Лежниных хищник побывал уже трижды. Вот он так пошел, вот он и прошел. След маленький. Ну страшно. Опять же, если медвежонок, значит где-то мама должна быть. Садово-огородническое товарищество «Надежда» располагается в двух километрах от села Лувинга. На небольшом клочке земли несколько дачных построек. Место тихое, безлюдное, вокруг лес, где, конечно же, хватает живности. Но такую активность со стороны Топтыгиных Лежнины отмечают впервые за 12 лет. Да, мы знаем, что вокруг медведи ходят. На дороге там кучи видели их, но они ходят. Как говорится, и мы за грибами ходим. Но страшновато, конечно, жутковато, но ходили. К горелому лесу ходили. Там точно знаем, под горой медведь живет. Но ходили и ничего. Они, как говорится, стараются тоже от людей-то уходить. Ну, что-то в этом году они слишком разошлись. Уже пошли по участкам. Распоясались медведи – не то слово. Признают это и охотинспекторы. Специалисты уже побывали на месте и обследовали территорию. Выводы неутешительные. Мы уже отрабатываем этого медведя Лувинского. У меня вообще сейчас создалось мнение, что там ходит не медведь, а медведица. Маленькая медведица с медвежом. Потому что она уже систему образовала. То есть она уже часто ходит в одно место. Понимаете, просто это же не одно место, где она приваживает. Соответственно, она все эти места по кругу находит, проверяет. Это все равно она что-нибудь нашла, это у нее считается удачной охотой. Потом все эти места удачной охоты находит по кругу и проверяет. Охотинспекторы в этом году нарасхват сообщения о встрече с медведями поступают с пугающей регулярностью не по одному разу в день. Сначала из Зареченска, потом из Лувинги. Сегодня вот Топтыгина гоняли за Федосеевкой от одного дачного поселка к другому. А животные-то не виноваты. К людям их гонит голод, есть в лесу нечего. Зато вокруг столько помоек. Специалисты регионального министерства природных ресурсов убедительно просят северян не оставлять мусор у обочин, не создавать свалок у дачных поселков. Чистота в данном случае не только залог здоровья, но и гарантия того, что лесной гость к вам не сунется. Субтитры создавал DimaTorzok